МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реализация инвестиционных проектов, укоронение энергосберогальных технологий и пошук новых рынков сбыта. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня наведал предприемства Гомельска в области. О перспективах развития экономики региона – материал наших корреспондентов. Завод по вытворчасти сульфатной беляной целлюлозы у Светлогорску у эксплуатацию повинны были увести амаль год тому. С гэтым предприемством связывали великие планы – вырабляемая продукция у основным арентована на экспорт. На жаль, фирма, якая повинна была сдать завод под ключ, своя обовязательства их не выконала и покинула незавершенный объект. Каб ликвидовать колясь двух тысяч недопрацовок спотребился целый год. По словах керавництва концерна «Беллес Папера Прам» сегодня значных проблем на предприемстве не снует. Починается его вывод на проектную могутность. Первые парты целлюлозы уже отправили у Словению, Германию, Италию, Бразилию и Китай. До первого декабря мы получим все разрешительные документы. И в следующий год у нас задача стоит выводить его на проектные мощности. Сегодня производим продукцию, соответствующую всем стандартам. Продукция сегодня очень востребована. Сегодня вся продукция экспортируется практически. Плюс задача этого нового завода – обеспечить сырьем для производства остальных целлюлозабумажных предприятий концерна. У 16 краинцвету поставляется и продукция рыжеского завода по вытворчасти плит МДФ-ХДФ акционерного товарыства «Гомельдрев». Гэты инвестпроект реализовали у 2015-м годзе. Летысь вышли на проектную могутность. Зараз завод по сутности дозволяет рыматься на плыву усяму «Гомельдреву». Премьер-министру Беларуси Сергею Румусу называют «Лишбы». Загруженность могутностью по вытворчасти фанеры зараз складает 65%. Пиломатериалу – 86%. Обсталевание по выпуску плит МДФ-ХДФ эксплуатуется навод у больших значных объемах, чем было продугледжено проектом – на 107%. И что особливо важно – без страты якости. Расчетная производительность завода – 150 тысяч кубических метров в год. Учитывается время на перенастройку оборудования, перепереходе на другие толщины, время на обслуживание, вспомогательные операции. За счет того, что количество переходов в этом году мы уменьшили по согласованию с Белорусской лесной компанией. И за счет того, что уменьшено количество простоев по вспомогательному обслуживанию, хотя технический регламент выполняет 100% загрузка, оборудование в среднем за 9 месяцев составило 107%. На сегодняшний день завод МДФ – это наш локомотив, продукция рентабельная. Значит, рентабельность продаж в целом по предприятию составила 7%. Отдельно по плите шлифована 14%. В принципе, востребованная, брендовая. И проблем с продажами этой продукции мы не имеем. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко. Ты для радиокомпания «Гомель». Сегодня премьер-министр Белоруссии Сергей Румас так само принял делу открытия моста прозраку СОЖ на международной трассе М8 Е95. Новую конструкцию узвели за 15 месяцев. На урошистой церемонии побывали и наши корреспонденты. На початку минулого года рух транспорту прозрятый мост в Гомельском районе обмежевали, а на проконце жни у него в Оголе заборонили. По заключению специалистов проезд прозраку мог завершиться трагично. Тогда же весь транспорт у Тымлику Великогрузной накировали у объезд прозраку СГомель, что створило для города значные проблемы. По-перше, погоршилась экология. По-друге, дороги, по яких рухались шматонные машины, пришли в непригодность. Весной их обязаются доремонтовать. В следующем году, с началом сезона, все дороги, по которым шел транспорт транзитный, будут восстановлены силами Гомель-Автодора и подрядчиков. Подчас открытия моста огучиваются личбы. Должение конструкции 544 метра. Допущальная нагрузка 60 тонн. Мост может без проблем вытремать любый Великогруз. Нагольный корж с уликами работ по доброму парадкованию, коля 60 миллионов рублей. Удаунительство протягивалось 15 месяцев. Упрацевали, с оправдой, ударными темпами. Ускоренными темпами при строгом соблюдении всех технических нормативов здесь использовались как новейшие технологии, так и отечественные строительные материалы. Мост соответствует требованиям безопасности и, как нам здесь сказали, прослужит не менее 100 лет. Мост Прассош на Международной автомобильной трассе – объект, правда, необходимый не только для Великогрузных машин. М8Е95 прозвитебский Гомель, связывая границы России и Украины. У многих гомельчан на другом березе оказались дачи, да и место для отпочинку тут доброе. Теперь трапить суды снова будет сручно. Объезд через город неудобно просто было. Часто в пробки попадали, как бы это в город, через город едешь, город загружен был. Сейчас на данный момент это удобство очень хорошо, очень-очень хорошо, что быстро сделали это. Старый мост, який находится усяго в некоторых метрах, в наступном году разберут, как побудовать новую конструкцию. По словах специалистов, навод при отсутности руху транспорту и он протягивает разбураться. Еще выявлены дополнительные прогибы на мосту в самом пролете плохом. Конечно, тут требуется оперативно принять меры по его разборке, чтобы предотвратить аварию. Олег Сенцеров, Максим Саев, Нелген Макеенко, Телерадо, компания Гомель. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указы, сгодно с якими проведена ротация. В законодательстве Следующего комитета в областях и городе Минску. Как поведомили в пресс-службе белорусского лидера, документы приняты с метой развития кадрового потенциала Следующих подразделений и реализации антикоррупционной политики Украины. Столичное управление означали генерал-майор юстиции Сергей Паско, который вызвали на отпасады начальника управления Следующего комитета по Гомельской области. На этот пост призначены полковник юстиции Сергей Удовикову. Ранее он працавал начальником Головного управления по расследованию злочинства у сферы организованной злочинности и коррупции Следующего комитета Республики Беларусь. 62 молодых человек из разных кутков Беларуси сегодня стали полновартасными членами кадетского братерства. В специализованном лицее при Университете гражданской обороны МНС першокурсники принесли клятву лицеиста. С этой важной подеей их повиншовал министр по надзвичайных ситуациях Республики Беларусь Владимир Вашенко, який особисто присутнейшил на мероприемстве. Подробностей в нашем наступном сюжете. Два месяца тому эти молодые люди переступили порог специализованного лицея МНС. Они автоматично стали першокурсниками, однако весь этот час находились в чекании знаменальной подеи. Принесение клятвы лицеиста. Каб с гонором нести первое в жизни звание и стать полновартасным членом лицейской семьи и кадетского братерства. Статус насамреж отказный. Об этом говорить слова клятвы. Быть добросумленным, высоко нести гонор и годность лицеиста, поспяхово овалодовать ведами. Первая клятва, первые погоны – это все очень интересно и все очень захватывает дух. Я всегда мечтала еще с детства стать спасателем. Мне мама в пять лет купила книжку такую большую, она называлась «Мы спасатели». И я посмотрела эти картинки, как они защищают всю нашу планету и мне захотелось стать таким же, как они. На церемонии присутствующего министра по надзвычайных ситуациях Республики Беларусь. Владимир Вашченко особисто познайомился с теми, кто в худшем часе может трапить у рады ведомства. У своем завороте до лицеиста у новобранца у ее надзначу. Этот урочистый момент назавжды застанется у памяти. И будет вызначать житевый курс молодых людей, служить ориентиром у их повседенной и дальнейшей профессийной деятельности. За этими ребятами будущее. И, конечно, мы не можем стоять в стороне. И мы очень рады, что у нас растут такие ребята, такая смена, уверенная, надежная. Понятно, что не все пойдут спасатели, и мы не ставим такой целью. Самое главное, что это приступают высокоответственные, приготовленные, достойные ребята. Государство создает все условия для их развития, для их образования. И мы уже сегодня видим, что вклад не напрасен. Словы клятвы, минави, та наги, темпляцы прогучали у 16 раз. За час иснования ліцея ее принесли амаль 700 новученцев, две трети из которых уже выпустилися. Сегодня они годно прославляют родную установу у ВНУ Украины и на профессийном поле деятельности. Евгения Кухаронак, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Огомель». Сегодня у Гомеля стартовал республиканский семинар на тему «Аховы здоровья детей в аустановах адукации». На им собрались специалисты санитарно-эпидемиологичных службов у всех областей и города Минска. На протягу двух дней его удельники обмеркают иснующие проблемы и поделятся своим опытом. За разголовным способом профилактики инфекционных и неинфекционных захворываний у детей является створение здорового осяродия и комфортных умов в аустановах адукации. А гэта продуглеживает сучасную материально-техничную базу, якая отповедает нормам. Сейчас принято два документа постановления Совета Министров, которые регулируют санитарно-эпидемиологические требования в учреждениях образования всех начала от 0 детей до старости, как говорят, для детей и взрослых. И другой документ – это все тоже сети поздоровительных и санаторно-курортных организаций. И, конечно, этот год будет, это год внедрения этих требований. Там определены основные требования, и они обязательны для исполнения. То есть за их невыполнение, естественно, будут применяться какие-то меры. Это и закупка новой ученической мебели, в том числе конторок. К слову сказать, что все начальные классы практически у нас уже обеспечены ими. Доведение искусственной освещенности до нормативов – тоже эта тема решена по всем учреждениям образования на сегодняшний день области. Питание – это актуальная тема всегда, и поэтому здесь проходит в рамках подготовки учреждения образования к новому учебному году, закупка нового технологического оборудования, ремонта пищеблоков, ну и совершенствование питания. В рамках семинара специалисты наведают три установы эдукации Гомеля, которые можно назвать уникальными. Это средняя школа номер 27, побудованная в 1936 году, которая сегодня отвечает всем нормам и стоит на одном из ровней с новыми установами. Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов с особливостями психофизичного развития, аналога у которого в Беларуси нема. Текавость выкликов и детяши садок номер 100, побудованный на первом поверсе жилого дома. По выниках семинара специалисты вызначать приоритетные задачи на ближайший год и наметить мероприемства для минимизации шкодного уплыва на здоровье детей. В Гомельской области от гриппы прищеплено 19% насильства. У сего в этом году заплановано охопить профилактическими прищепками не меньше за 40% уже хоро региона. Компания завершится первого снежня. В этом году для иммунизации на бюджетной основе выкористовывается вакцина российской вытворчасти. Что пишется предприемству, то и они сами выражают, какие препараты будут закуплять для вакцинации своих сотрудников. На протягу листопада пройдет несколько приемов граждан в рамках работы Громадской приемной Гомельской областной организации «Белая Русь». Попередний запись по буднях с 9 до 17.01 по телефону 8 02 32 33 13 00. Прием будет проходить по улице Ланге 17 в кабинете 305. Жигары региона смогут звернуться по темах, связанных с жилево-коммунальными господарками, системой эдукации, ликвидации наступства аварий на Шарнобыльской АЭС и многих инших. Приемы граждан будут проходить в Сираду с 16 до 18 годин. Нашные заморозки до 9 градусов шагаются ночью. Раницы на территории региона, машины короткошасовые опадки в выгляде дожжу и мокрого снегу. Местами туман на особных участках дорог Галалядица. Днем поветро прогреется до 7 градусов. Эти инши новины вы можете знать на нашем сайте и интернете по адресу www.tvargumil.by. На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В городе Ветка люди спасли на пожаре хозяина деревянного дома. О возгорании в МЧС сообщили соседи. Они же еще до прибытия спасатели смогли вынести из горящего помещения пострадавшего. Им оказался 65-летний мужчина. Когда люди зашли на веранду дома, то увидели на полу лежащего соседа, который не подавал признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики привели его в чувство. У хозяина ожоги руки, верхних дыхательных путей и отравления продуктами горения. Мужчина был пьян, а причина возгорания кроется в неосторожном обращении с огнем при курении. Предполагается, что по той же причине случился пожар в деревне Макаричи Петриковского района, где зять спас своего тестя. Мужчина пробрался в незапертый дом и увидел хозяина, который лежал на диване и звал на помощь. Пенсионер не мог передвигаться самостоятельно из-за ампутированной ноги. Пострадавшего передали медикам. Ярким пламенем накануне горел и частный дом в Жлобине. Пожар случился на улице Первомайской. Хозяин, мужчина 1988 года рождения, не пострадал. Причина выясняется, а скорее всего это поджог. Проводится проверка. В помещении пострадала кровля, потолочное перекрытие и имущество. В Гомеле кладовщик шинного центра подозревается в хищении зимних шин. Изначально с просьбой найти вора в милицию обратился директор фирмы. Он сообщил, что две недели назад после инвентаризации не досчитался на складе шести комплектов зимней резины. Самостоятельные попытки найти вора к успеху не привели. Как рассказали в УВД, оперативники уголовного розыска в течение дня установили, как и куда исчезли шины, а также нашли подозреваемого. Им оказался 21-летний кладовщик шинного центра. В начале октября неожиданно для всех парень отдал денежные долги знакомым. Когда началась внутренняя проверка, молодой человек ушел на больничный. Выяснилось, что он подобрал ключ от склада, попал туда и похитил 12 автомобильных шин. Покрышки продал знакомому таксисту за полцены. В суде железнодорожного района Гомель оглашен приговор продавцу и покупателю марихуаны. Правоохранителям удалось доказать факт продажи и употребления наркотика. Общий вес, изъятого в ходе обыска вещества, составил всего 10 граммов. Но даже за такой объем наказание последовало серьезное. В суде покупатель подтвердил свои показания, которые дал на продавца и полностью признал факт покупки наркотического вещества с целью его употребления. А продавец, напротив, отрицал свою причастность к сбыту травки. Но доказательства говорили об обратном. В итоге 11 лет лишения свободы получил мужчина, который продал марихуану. Два года проведет в колонии общего режима покупатель дурмана. Сотрудники милиции устанавливают личность мужчины, который стал участником конфликта в развлекательном центре «Континент». Один из его оппонентов в ходе драки получил телесное повреждение. Теперь милиция разыскивает обидчика. Вот его фото. Инцидент с участием мужчины случился 18 октября около 4 утра. Все, кто располагает информацией о личности этого человека, просьба сообщить в милицию или по телефонам, указанным на экране. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Дефакто. И оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Две красные карточки, шесть желтых и два пенальти. Мозырская Славия и Минская Динамо сыграли перенесенный матч 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Поединок проходил на поле команды с Полесья. С игры командам отличиться так и не удалось. На 20-й минуте арбитр назначил пенальти ворота Славии. Данила с точки счет открыл на 65-й минуте. Право пробить с 11-метровой отметки получили уже хозяева. К мячу подошел Чухлей и также сумел переиграть голкипера. Завершали матч команды в десятиром. У Минчан красную карточку получил Пеевич. У Мазырян – Раевский. Также на счету футболистов обеих дружин шесть желтых карточек. В субботу в гости к Славии приедет футбольный клуб Гомель. Стартовый свисток в областном дерби прозвучит в 14.30. В Мазыряне на 11-м месте, Зелено-Белое на 15-м месте в турнирной таблице. Накануне состоялся еще один перенесенный поединок Бате. В гостях был сильнее Могилевской команды Дня ПРО. 1-0. Гомельский локомотив уступил Брестскому руху третью строку в таблице чемпионата страны по футболу в первой лиге. Нарокировка произошла после очного поединка команд. В Гомеле брещане обыграли железнодорожников со счетом 2-0 и обошли последних в таблице. Разделяет команды два балла. 2-го ноября в субботу локомотив на выезде играет с Барановичами. Рух также на выезде встретится с лидером таблицы с Малевичами. Насечка соперника и собственная победа вернет железнодорожников в тройку. Женская команда гонбольного клуба Гомель одерживает очередную победу в чемпионате Беларуси. На этот раз гомельчанки без очков оставили Витебчанку. Выездную игру Гомель выиграл 44-22. В других поединках игрового дня БНТУ был сильнее Берестия 47-38. Городничанка с разницей в один гол дома одолел Арцор БНТУ-2 29-28. Напомню, что Гомель пока не потерпел ни одного поражения и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. У мужского гонбольного Гомеля ситуация практически диаметрально противоположная. Команда Сергея Цыганкова никак не может выбраться с последней строки турнирной таблицы. В очередном матче гомельчане на домашнем паркете проиграли Могилевскому Машеке 23-27. В других поединках лидеры добились нужного результата. СКА был сильнее Кронона 35-26, а БГК обыграл дубль армейцев 37-24. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.